В средние века развитие научных знаний в европейских странах происходило очень медленно. Люди судили о мире на основе религиозных представлений католической церкви или, в крайнем случае, по поверхностным наблюдениям и обрывочным сведениям, почерпнутых из античных источников. Экономические, государственные и культурные преобразования ставили перед обществом задачи, которые нельзя было решить, опираясь только на старые представления. Все это предопределило коренной переворот в развитии научной мысли, который произошел в эпоху Возрождения и расцвета гуманистического знания. Новые открытия в области математики, астрономии и географии, сделанные итальянскими гуманистами, заложили основы естествознания Северного Возрождения. Одним из величайших представителей немецкого гуманизма является философ и ученый Николай Кузанский. Он родился в селении Куза в Южной Германии. В 39 лет он написал свою первую философскую книгу «Об ученом незнании». В ней изложены основные идеи его учения. Идея взаимосвязи природных явлений, идея совпадения противоположностей, идея бесконечности Вселенной и идея о человеке, как о микрокосме. В основе всего Николай ставил Бога. Но он не был сторонником теории о пребывании Бога на небе. Ученый придерживался идеи о том, что Бог нигде и одновременно везде, и интересно показывал это в работе о возможности бытия. Кузанский серьезно занимался математикой. Известно несколько его математических сочинений – о квадратуре круга, о геометрических преобразованиях, математические дополнения. Некоторые мысли Кузанского до сих пор живы в разговорной речи. Так, например, всем известное высказывание «Мы живем в придуманном мире» принадлежит Кузанскому. До начала XVI века развитие производства и техники происходило на основе данных, полученных только в результате опыта. Начиная с XVI века решающие значения приобретают научно обоснованные знания. Прогресс производства обогащал науку экспериментом, а наука в свою очередь работала над совершенствованием техники. Так, например, успехи в астрономии были достигнуты не без помощи развития навигации. Прогресс химии был вызван развитием металлургии, красильного дела и медицины. В средние века церковь запрещала проводить опыты над телом человека. Но в связи с упадком религиозного мировоззрения в эпоху Возрождения стали широко проводиться анатомические исследования, благодаря которым врачи изучали строение человеческого тела. Самой процветающей отраслью медицины в XVI веке была хирургия. История сохранила немало имен знаменитых хирургов того времени. Самым известным во Франции был врач Амбруас Паре. Он был военным хирургом, а не ученым. В то время для прижигания ран применялось кипящее масло. Однажды в военной кампании, когда запас масла был израсходован, Паре применил простую перевязку, что дало превосходные результаты. После этого он отказался от варварской практики прижиганий. Его вера в целительную силу природы выражена в знаменитом высказывании «Я его перевязал, а Бог его вылечил». Анатомические вскрытия, которые уже прочно вошли в практику, способствовали развитию научной анатомии. Выдающийся швейцарский врач и химик Филипп Теофраст Гогенгейм Парацельс получил образование в Италии на медицинском факультете Феррарского университета, где преподавали врачи-гуманисты. Сам Парацельс, однако, книжный гуманизм отверг и остро критиковал античных и современных авторов за недостаточное внимание к урокам природы, к опытным знаниям. Он много путешествовал, изучая медицинские достижения различных стран, участвовал в качестве хирурга в трех войнах. Позже даже сложились легенды, что в пору путешествий он был приобщен к тайнам египетским, получил секрет философского камня, превращающего металлы в золото. В Базиле Парацельс впервые начал читать лекции по медицине в университете не на латыни, а на немецком языке для их большей доступности. Но его новаторские подходы к медицине были высмеены учеными-книжниками, поэтому он оставил преподавание и полностью посвятил себя исследованиям. Как ученый, он сблизил медицину и химию, положив начало своими открытиями новому этапу в создании лекарств и практическому врачеванию химическими медикаментами. Новый этап в развитии анатомии связан с деятельностью нидерландского ученого Андреаса Визалия. Он родился в Брюсселе в семье врачей. Интересы окружающих, несомненно, повлияли на интересы и стремления юного Визалия. Он учился в школе и в университете города Лувена, где получил разностороннее образование, изучил латинские и греческие языки. Очевидно, Визалий прочел о медицине немало книг, древних и современных ему ученых, так как его труды говорят о глубоких знаниях. С каждым годом все больше проявлялся страстный интерес Визалия к изучению медицины, к анатомическим исследованиям. Ученый справедливо считал анатомию основой медицинских знаний и целью его жизни стало стремление возродить опыт далекого прошлого, развить и усовершенствовать метод изучения анатомии человека. В 1537 году молодой ученый приехал в Венецианскую республику в университет города Падуи. Талантливого исследователя, получившего за свои труды звание доктора медицины, определили на кафедру хирургии преподавать анатомию. Учащаяся молодежь, воодушевленная смелыми опытами Визалия, с большим интересом слушала его лекции. Новый наглядный способ обучения анатомии, заменивший чтение текстов старых описаний, был связан с большими трудностями. Но Визалий был неутомим в своем стремлении показать истинную природу человеческого тела. Несколько лет настойчивого труда позволили Визалию и его ученикам яснее представить науку об организме человека. Результатом страстного и упорного труда ученого явился знаменитый трактат в семи книгах, озаглавленный «О строении человеческого тела». Визалий написал его, когда ему исполнилось только 28 лет. Это был гигантский научный труд, в котором вместо отживших догм излагались новые научные взгляды. Он отразил культурный подъем человечества в эпоху Возрождения. Успехи в одной области знания, как правило, влекли за собой бурное развитие и других наук. К примеру, эпоха Возрождения была ознаменована всплеском интереса к астрологии и алхимии. Астрология – это представление о том, что звезды влияют на жизнь людей и что по движению и расположению небесных светил можно предсказать судьбу человека. Среди астрологов самым знаменитым был француз Мишель Нострадамус. Он изучал медицину в университетах Авеньона и Монпелье. В 1555 году Нострадамус опубликовал первую книгу пророчеств, написанную рифмованными четверостишиями – Катренами. Эта книга принесла ему мировую славу. В 1556 году королева Франции Екатерина Медичи пригласила Нострадамуса к своему двору. После того, как король Генрих II погиб в 1559 году на рыцарском турнире, многие поверили в истинность пророчеств Нострадамуса, который многим ранее предсказал смерть короля. С тех пор астролог пользовался особым почетом при дворе и занимал высокое положение королевского врача. В Англии придворным врачом Елизаветы I и Якова I был знаменитый ученый Уильям Гилберт. Он изучал медицину в Кембридже, занимался врачебной практикой в Лондоне, где стал президентом Королевского медицинского колледжа. В 1600 году издал сочинение о магните, магнитных телах и большом магните Земле, в котором описал результаты своих 18-летних исследований магнитных и электрических явлений и выдвинул первые теории электричества и магнетизма. В частности, он установил, что любой магнит имеет два полюса, при этом одноименные полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются. Обнаружил, что железные предметы под влиянием магнита приобретают магнитные свойства, индукция. Показал увеличение силы магнита при тщательной обработке поверхности. Изучая магнитные свойства намагниченного железного шара, показал, что он действует на стрелку компаса так же, как Земля. И пришел к выводу, что последнее является гигантским магнитом. Предположил, что магнитные полюсы Земли совпадают с географическими. Благодаря Гильберту, наука об электричестве обогатилась новыми открытиями, точными наблюдениями, приборами. Немецкий врач Георг Бауэр, фамилию которого современники перевели на латынь и стали звать Агрикола, что по латыни значит «крестьянин-землепашец», заинтересовавшись методами лечения горнорабочих минералами и металлами, посвятил многие годы изучению горного дела. Его главный труд о горном деле и металлургии, богато иллюстрированный, в течение двух столетий служил практическим руководством для горнозаводчиков и металлургов. Наука о природе и вселенной, естествознании, во многом обязана своему возвышению великим географическим открытием. Европейцы познакомились с новыми материками, неизвестными до тех пор растительным и животным миром. Новые принципы составления географических карт составил немецкий ученый Герард Меркатор. Они получили название проекции Меркатора. В 1595 году был опубликован сборник подготовленных им карт европейских стран под названием «Атлас». Европейская наука эпохи Возрождения, создателями которой были прежде всего гуманисты, выработала новые методы исследования, основанные на наблюдении, накопленных знаниях и эксперименте. Научно обоснованные знания являлись руководством к практической деятельности. Они создали совершенно новую картину мира, которая послужила основанием изобретений и открытий последующих эпох.